Ильша Франклурм itat 6ctoral Меня зовут Павера Жанна, хотел спросить вас, как вы относитесь к вам Ваши родители относились к вам, когда вы только начинали участвовать в боях. Были ли они против? Как вы услуговываете? Какими словами? Что они говорят вам перед боем, когда вы проиграете? Спасибо. Ваше имя можно, пожалуйста? Оружан. Еще раз. Еще раз. Оружан. Оружан. Красивый имя. Спасибо за вопрос. Красивый имя Макаловым. Меня зовут. Родители. Я вам еще раз говорю, что у родителей мама занималась отцом, безбрадом. Родители заставляли тренироваться в детстве. Когда я играл в Counter-Strike, ходил, бегал. Дрался на улице, отвел в кустаноке. Потом, когда уже подрос, родители увидели, что мне это действительно нравится. Я люблю это дело. А для родителей, я думаю, главное, что мой сын занимается любимым делом. Потому что он будет отдаваться на 100%. Как бы они переживают за травмами. Дети, конечно, всегда переживают. Мама всегда говорит, перед боем звонит, говорит, вот так вот так сделает, чем так его ударит, чтобы он уже не стал. Прав, чтобы дело у тебя прошло отлично. И в первой минуте, пожалуйста. Вот, всегда так мама говорит. Хороший совет, кстати. Будьте верны. Мама знает, действительно, как я готовлюсь, тренируюсь, она следит, постоянно звонит мне. Каждый день практически она видит, я постоянно на тренировках. Так что, я думаю, она чувствует то, что я действительно отдаюсь этому делу. Даже когда я в Убекистане, я встаю, когда я спал 5-6 часов, встаю иду тренироваться. Думаю, они видят это. Спасибо огромное. Вторая паренка. Брат, ассалам алейкум. Я большой фанат. И я хочу узнать, вот, когда у вас ничего не было, даже работали в стройке и какие-то моральные труды были, в то время какая была у вас мотивация? И кто в это время мотивировал и поддерживал вас? Мы были, спасибо, мы были с братом, жили в маленькой комнате, там было 12 человек. Мотивация была заработать что-то и отправить домой денег, просто покушать, может, не ротан, а доширак со сметаной. Бывали такие времена. Мотивация просто. Мы даже, у нас база была, у нас квартиры не было, у нас воды там не было, мы повесили мешок. Не знаю почему-то мы с детства с братом были, у нас есть фотографии, может, как-то мы их выставим. Я видел себя в спорте, мы поставили бруси, брусники там, просто занимались даже минус 30, минус 40 в Сибири. Целый день работав мы приходили, тренировались. Просто мы увидели, просто хотели мы чего-то добиться, а в то время было тяжело, нужно было через это пройти, но спорт никогда мы не оставляли. Мы занимались и благодаря спорту мы попали потом в охрану работать, начали развиваться дальше. Все, благодаря спорту и дисциплине. Из-за этого у меня в Чехии маленькая строительная фирма, так что... Отлично, верите? Я от этого не нашел. Секреты потихонечку открываются? Или это не был секретом? Не был секрет, я уже говорил пару интервью, и там просили, чтобы я забрал на работу, но я не могу кого-то забрать или помочь как-то. С работой, потому что там нужна определенная виза. А вы видите ли среди строителей, своих рабочих, будущих чемпионов или пока нет? Нет у меня. Ну, может быть, когда-нибудь. Ну, там у меня все взрослые люди, которые приехали на заработки или местные, там они далеко от спорта. Ну, если они захотят, почему бы и нет? То, пожалуйста, да. Спасибо огромное. Вторая колонка. Вы сейчас руку поднимаете, я на вас смотрю, я думаю, дайте ему уже микрофон. У меня вопрос такой. Когда вы приняли решение продвигать духовные ценности нашей религии в международной арене? Которые мне как бы... Его просто нужно... Я же не продвигаю это. Я как бы вхожу с нашим флагом, но не нужно мутить людям в Америке, в Чехии. Может быть, когда-нибудь, но... Я узбеки, я всем говорю, гордо, что я узбеки, и у меня есть флаг. Зачем? Там, я думаю, это не стоит. Это мое мнение. Кто-то продвигает, кто-то делает, респект, но у меня другая сфера. Я по-другому думаю, я по-другому мыслю. Не нужно кому-то что-то нутить и показывать. Вот у нас что-то не такой вопрос. Вот 2020 год, весной, состоится грандежный бой между Хабибом Магамедовым и Тони Фергасом. Я думаю, но Хабиб играет. Я думаю, что это очень важно. Благодарю. И убедительная просьба, задавайте вопрос по одному, пожалуйста. Первая колонка. Вставайте. Я извиняюсь еще раз. Здравствуй, командир Муранов. Меня зовут Кудраль. И мой вопрос. Какие планы на бой с Карл Синджиным? Хороший вопрос. Имя можно, пожалуйста? Кудраль. Кудраль. Я извиняюсь. Все знают, что я в той стойке работаю часто. У меня парт неплохой. Многие пишут, что борьбу подтягивай там туда-сюда. Вот тренированные трипы передят. У меня нет проблем в борьбе. Я очень работаю много в борьбе. Практически даже больше, чем в стойке. 80%, не буду говорить, 65% на борьбу. И 35% стойки выделяем. Это не главное. Сильная сторона моя. Стойка, так что будем работать. Стойки я буду больше обороняться, двигаться. Много очень вес гоняет. Он весит 100-105 килограмм. Я вешу на данный момент 93-94. После того, как он весит, он оберет 100 килограмм, и ему будет тяжелее двигаться, чем нет. Будем работать стойки, двигаться, дергать. Я думаю, что там что-то попадет, и добьем его. И потом еще один вопрос. По одному вопросу решили задать. Да, что всем хватило. Всем хватило, да. А нынешний, чтобы все закончилось. Первая, вторая колонка, третия, вставайте. Субтитры сделал DimaTorzok. В данный момент я решал. 92-94 кг, сейчас думаю 94 кг, у нас мама меня хорошо кормит, нормально весит до 92 кг, вес спокойно гоняю, 7-7 тоже сделал за месяц, я думаю полтора. Я думаю лучше немного не гонять, потому что себя комфортнее чувствую, двигаюсь хорошо, и на дыхании, когда вы много набираете, это чувствуете, потому что тело не резидно, оно не может как бы так работать. Скину 10 кг и потом 15 кг набрать, 15 кг, скину и так по-другому все работает, и пока работает, зачем что-то менять. Многие пишут, я вот посоветую 7-7, пока вы здесь 4, я чувствую хорошо, я быстрый, с силой вроде бы нет проблем, работаем с ребятами. Так что пока в этом месте остаемся, и не советую ребятам столько хулить, потому что это очень опасно для вашего организма и истощения. Не советую. Спасибо. Извissайте свой Alternatively для нашего cole слова , мы middleyatives из Казахстана. ВVR мы занимаемся концентрами, который занимается многом энергетиса спортсле первых 이상 в клубе, мы занимаемся профилами springs, не equilibrium Deck sólo мы ко мне, это клеиз пойдёт. Я советую задать учёный спорт, единственный спортсмен, не очень злил, но я не надеюсь, повторюсь о тренировке. Я говорю, что будет налином предоставление спорта. Я говорю, что нужно будет отг prom 20 рублей, потому что, я не знаю, мы должны предоставить учёные, потому что я благодарен través для учёные, Мы сооружаем один спортсмен. Отомат, увлечья и отдыха, одно из вещей, здоровьем создания, и то, что мы не сможем. И они могут местно учиться во время радиоотераптуры и в отличие от тех, как тут у нас будет жизнь. Я полноценный спортсмен, как она очень хорошо об этом работала. Мы движемся в других надежными Узбекистан Вайрама Батаришуна. Добрый день, уважаемый Махман Муратов, Джашин Муратюм. Позвольте представиться, меня зовут Альбек, я являюсь студентом по искусственному сетку в Ташлинце. Буквально вчера познакомился на видео, на котором вы отвечаете на все интересующие вопросы. На вопрос о том, кто является вашим основным кумиром, вы жёстко, чётко и отчётливо сказали о том, что это ваши родители. Поэтому очень хотелось бы узнать, какие наставления они вам дали и что по-настоящему послужило залогом успеха ваших текущих небывалых высот в мире спешных недобросов. Спасибо. Спасибо вам. Родители, я думаю, они на доспитале дали всё, что нам дали, это главная жизнь. И мотивация – это порадовать их, когда я побеждаю, проигрываю, мы всегда рядом. Все мои друзья, не говорю о всех, у меня хорошие друзья, которые проигрывают, выиграют всегда со мной, из-за этого они со мной. Но родители, они в любом случае останутся с вами. Спасибо. 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 Спасибо за поздравление. С ним общался уже до подписания контракта. Они говорят, мы тебя знаем, я был на награждении лучших спортсменов в Неваде, там был Флойд, а туда мало кто попадет без приглашения. Я был с Флойдом, я с ним за кулисами поговорил, где-то фотография вышла, но я их себе не выставлял до того момента, пока я не подписал, даже сейчас не выставил, но не факт. Я с ним разговариваю, я с ним разговариваю. Я говорю, подпиши, это то, он говорит, так на меня посмотрел, да, все, подпишем, через три дня на турнире опять за кулисами, он говорит, ты меня преследуешь, откуда ты, везде за мной, подпиши, мне нужно. Я говорю, ну, подпиши, мне нужно, там, общались, я ему показал свой рекорд в социальных медиа, и он говорит, мы о тебе все знаем, не переживай, только жди, смотри, не проиграй. Я уже повторяю, но они, если боец им интересен, они сведят за ним полгода, год, они не могут тебе сразу контракт дать, понимаете, это не так легко туда попасть. Если бы было легко попасть, все вот в Узбекистане и все ближайшие страны уже там много бойцов было. Как раз таки насчет Чуфойда, он выставил публикацию в Инстаграм с тем, что ты самый лучший бойец UFC в мире. И я прочитал по этим постам с комментарий Генри Сюфода, он, если не ошибаюсь, он написал, что склонит тебя, склонит на колени, не поставит. А ты видел, что я ответил? Когда подрастешь чуть-чуть, тогда и поговорим. Когда он пилотик со мной подросся, он его менеджером рядом стоял, он меня увидел, я потом что-то три человека от него. Он серьезно меня увидел и узнал, он сразу повернулся вперед. И, не знаю, после подписания я ему написал, он мне не ответил, но он прочитал. Потому что странно, что боец легчайшего места пишет так, а... Ну, что от человека ждать, когда он вызывает Валентина Шевченко? Человек, который с женщиной больше драться, что вы от него ждаете? Благодарим молодого человека. Никогда не забывайте, Махмуд Буратов каждому из вас отвечает на вы. Я думаю, что он уважает вас. И такого же уважения не только к себе, но и остальным, пожалуйста, проявляйте. Итак, первая каванка. Ас-Салом Магин, я всегда могу быть в карьере в Куламан. И я всегда король номен, который был в карьере в Куламан. Это мой вопрос. Я был паралимпий Мурабби. Я был в Узбекистане на гранд-санеподаге и в Агар-Касазе. Я не знаю, что он не может быть в спортсмене. Потому что я занимаюсь в параатлетикой. Я был в Узбекистане на гранд-санеподаге и в Агар-Касазе. Первое было попасть в UFC. Во-первых, хотел заработать что-то. Потом мне действительно нравился этот спорт. Я действительно всегда хотел. Первый бой прошел 850 километров от Праги. Я заработал 50 евро. На дорогу ушло у меня 170. Понимаете? Туда 800 или 750 евро. По серпантинам. Второй бой также я не участвовал в соревнованиях, чтобы заработать. Я не был у меня такого, да, сейчас вот домишку зарабатываю немаленькие деньги. Но не было такого, если вы ставите что-то, деньги заработать, цель. Я цель заработать просто хотел, занимался любимым делом. Вот это главное, заниматься любимым делом. Многие люди ходят на работу, на ту, которая им не нравится, а они не хотят. И большой-большой привет передавайте вашему советнику. Большое спасибо скажите. И почему он результаты будет показывать? Потому что он знает, почему он действительно это хочет. Он видит окружающих. У него нет того, что имеют окружающие. Из-за этого говорю еще раз, оцените то, что имеете. Всегда. И вот все. Спасибо. Я вас так много. Здравствуйте. Меня зовут Истон. У меня такой вопрос. Лишь, пожалуйста, чтобы все слышали. Хорошо. Во время боя многие бойцы слушают своих секундантов угловых. И у них не получается на 100% реализовать их по-сказки в бою. Сколько процентов у вас получается? 100%. 100%. И тренера рады, довольны, потому что умение работы. На тренировках, спарринги. Садятся три тренера. У каждого своя задача. Кто-то в партере, советует в партере. Кто-то в стойке, кто-то в стойке. Это должно быть. Потому что боец должен быть, как на PlayStation. Тренер должен играть там. Он потом что-то стороны видит. Он всю дорогу видит. Лучше ты в борьбе. Устал ты, не устал. Болит, не болит. Он все видит с этого и болячивает. Так что найдите лучших спортсменов тренеров. Хорошие, которые у вас действительно нет. Есть некоторые хорошие тренера, но у вас отношения не такие уже. Так что самое главное, чтобы у вас отношения были хорошие. Дайте микрофон, пожалуйста, на первый ряд. Дайте, пожалуйста. Вопрос только один. Спасибо за субтитры. В инстаграме я полный горборома, полный тайл лобтвы. И мы планируем свой спорт Дамас, а личной жизни можно? Буланский, да, Буланский, у вас есть любимая девушка, да, Баганова. Жена. Жена, да. Я не хочу обсуждать здесь личную жизнь, я спортсмен. Вы знаете меня как спортсмена, я не буду говорить там. Я с Алла, вот эта жена, этого я думаю достаточно. Если моя жена, она обязательно придет, приедет сюда, посетит страну, она хотела, но по каким-то причинам она не приехала. Всему свое время. Ахман. Благодарим. Итак, можете задать. Макот, здесь. Макот, здравствуйте, меня зовут Тимур, приехал с города Черчака, видел вы на днях, тоже бывали там. Ну вот я думаю, вы не подозреваете, но вы были ключевой фигурой в моей жизни. То есть где-то два с половиной года назад я, грубо говоря, теградировал и наткнулся на вашу страницу в инстаграме. И написал о вас, вам. И вот пару сообщений от вас решили всю мою жизнь. То есть я обрел большую мотивацию, закончил школу на отлично, поступил в универ, сейчас тренируюсь два раза в день. Вот еще хочу сказать, ну такая просьба маленькая, привез свой личный дневник и хочу увидеть вашу роспись на первой странице. То есть открывая каждый раз дневник, хочу увидеть вашу роспись. Конечно, сейчас прям принесите, чтобы вы не забыли, потому что и спасибо за теплые такие слова. А пока мы можем задать следующий вопрос, пока вы подписываете его дневник. Итак, можете слева, с конца, вот парень, который поднимает микрофон. Саламу алейкум алейкум алейкум. Секундочку, секундочку. Саламу алейкум. Спасибо. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Не будем сейчас не носить, потому что не будем отвлекаться. Мы здесь, чтобы ответить. Чем больше вопросов, лучше вопросы получат куплицы. Не будем сейчас... Сделали исключение, но, пожалуйста, не будем это делать. Спасибо. Надеюсь, вы поймете. Итак, вопрос. Меня зовут Шаразот, я из Ферганы. Через неделю состоится бой Хапко и Сироны и Конором и Грегора. Сможете дать прогноз? Мне неинтересно. Это не мой вес. Я ее не так слежу. Часто вечером бывало, я смотрю соперников, с кем бы подраться, кто выше меня рейтингом. Сейчас у меня есть соперник. Каждое утро, вот, сегодня Джеки, братишка, каждое утро засыпаюсь, я смотрю, что делал мой соперник. А остальное, мне неинтересно, кто с кем, почему дерется. Это они дерутся, у меня есть сейчас цель, к которой я иду. Давайте теперь с правой стороны. Можете дать микрофон, вот парень поднимает руку, уже час поднимает. Играет музыка. Играет музыка. А вот что, у меня есть есть несколько годов. Текст мы стремились. Что, если появилась корейка, то я бы не говорит, что больше не стоит. Если что или где-либо возникнет, то есть радио? Смотрю часто, оглядываю, который сделал ошибки, чтобы не повторять свои ошибки. И всегда смотрю, когда назад говорю, я мог там больше еще работать в спорте или в каких-то поступках больше сделать. Самое главное, когда вы смотрите, оборачиваетесь на проделанную работу. Говорите, что нет, я еще лучше мог. Нужно изменить будущее, чтобы еще больше работать, пахать. Я доволен тому, чего я добился после каждого боя, но не на 100%. Вот это главное, я думаю. Итак, продолжаем. Пожалуйста. В Чехии у меня есть охранное агентство, которое обеспечило его. С охраной, машинами. Он приезжал, меня пригласили туда. Была маленькая комната, мы сидели там. Мне просто было интересно, какой это человек. Я сидел в одной и той же комнате. Все хотели сфоткаться, еще что-то. Я сидел просто и смотрел на него. После того, как я сидел в телефоне, он у меня так показал, и пальцем так. Я отвернулся, я говорю, мне покажи, нет. Это было, адрес был мне. После того, он просил организатора, потому что никого не было в комнате. И я единственный, там, которые были люди, вип, гости, с ним сфоткались. Я не просил фотки. Но хотя мне предлагали, я говорю, нет, не хочу отвлекать, пускай беру. И потом вот так начали общаться. Потом он увидел мои бои. И с Джизимаком, с Рейм, если знаете, это мой друг, с ним начали хорошо общаться. И по сей день он меня позвал в Москву. Пролетел в Москву, помогал им там переводить с русского на английский. А когда позвал в Америку, взял билеты, взял, полетел. Вот так вот. Просто и легко. Спасибо. Пожалуйста. В первую очередь всем салам алейкум. Махмуд Акай, Джазовке. И всем присутствующим на этом прекрасном предприятии. У меня вопрос такой. Махмуд Акай, был ли у вас такой перевод, что когда-нибудь хотелось бросать все? Завершить карьеру или как бы сдаться? Были у вас... Всегда так, когда готовитесь, уже устаете. Говорите, вот последний бой, я потом полечу отдыхать куда-нибудь. Возможно, здесь все есть, но... Когда вы после боя, вы говорите, нет, я плохо подрался. После следующего боя, после следующего боя. Постоянно так. У меня, вот я говорю, у меня есть цель, мечта, к которой я иду. И после каждого боя, она у меня все выше и выше, и выше. Так вот, я живу. Спасибо большое. Да, сзади вот поднимают руку. Ассалам алейкум. Меня зовут Атабек. Спасибо вам за то, что вы пришли. И я хотел спросить у вас, перед боем вы вообще изучаете ли соперника? А если да, то что вы именно делаете? Посмотрите его по ней. Нам отправляют соперников, я отправляю тренера. Я всегда говорю, да, берем. И до этого, и сейчас, мои тренера вот шагают. Один тренер говорит, не рано ли? Я говорю, не поздно ли? Конечно, изучаем это уже не просто драки, как некоторые говорят, или бои без правил. Это уже ведущий спорт в мировом рейтинге, считается уже и в Америке. Обогнала и футбол, НГЛ, а дальше спорта. Номер один же считается в Америке по статистике. Мы анализируем. И вот со всех трех тренеров единственное, сказал, может, подождем или еще что-то. Без этого никак. Перед боем тоже садимся. Вот неделю вот мы в отеле или четыре дня им. Каждый день смотрим бои и отрабатываем именно такую тактику. Но все время это делаем, но последнюю неделю оттачиваем. Еще один вопрос справа. Здравствуйте. Меня зовут Абдурауф. Поздравляю с вашими боями. И поздравляю, что вы первый боец из Узбексана в UFC. И первый боец из Узбексана, который вошел в команду Флойта Мейвейзера. И я хотел спросить, как вы вошли в команду Флойта Мейвейзера. Во время боев ММА или ХФМ. И я хотел спросить, как вы думаете, другие, многие известные бойцы тоже есть, но они внезапно не вошли в команду Флойта Мейвейзера. У меня с ним спасибо. У меня с Флойтом хорошее отношение. Он меня на протяжении четырех лет поддерживает. И после его предложения я никак не стремился. Он мне сам сказал, типа, давай будешь выступать за нас. Может быть, в будущем откроем Мейзал и здесь, и еще где-нибудь. Есть такие мысли, есть такие планы. Но еще рано об этом говорить. Пришло предложение, от которого не мог отказаться. Многие бойцы, может, хотят, но это к нему не ко мне. Просто он мне предложил, и я согласился. Очередной вопрос слева. Продолжение следует... 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 Какой бой я просто не слышал из-за этого изнявсья. Каждый бой тяжелый по-своему. Я понял, понял. Сейчас какой вес у вас? Вот так, наверное. Ну, одерется 50. Это нормальный вес. Самое главное – подготовиться к бою. Бой – это самое легкое. Два-три месяца нужно хорошо подготовиться. Вы идете к этой цели. Не травмироваться. Аккуратно работать. Особенно последний месяц. Потому что за мной столько людей стоит. Ждут мой бой. Каждый день пишут. Брат, давай мы тебя поддерживаем. И как я могу подвести? Да, иногда были такие моменты, когда какие-то травмы были. Но я выходил. Потому что благодаря вам, всем, кто здесь сидит и кто не сидит. Те люди, которые меня поддерживают. Самое главное – тяжелый бой – это самим собой бой. Бой – это самим собой. Дальше. Так. Здравствуйте. Как вам удается общаться на разных языках и подстраиваться под разную публику? Я же говорю, что мы спортсмены, мы должны развиваться во всех аспектах. И радовать каждого зрителя. Благодарим. Я думаю, что последние пять вопросов. Итак, счет обратный. Последний. Вот парень, молодой парень поднимает руку. Молодой парень, сколько хотел сказать? Дайте маму. И так на меня. Дайте микрофон молодому парню. Сидите. Юноше. Кофточки стоят. Влево. Четынь, бемно, четынь, бандоро, четынь. Учера там труб совали теперь здесь более. Здравствуйте, Махмуд Мурадов. Я ваш большой подводник. Вот все ваши коллеги там говорили, что вы откроете школу. И вы сами сказали, что откроете бесплатную школу. Но вы не уточнили, где именно, в областях или только в Ташкенте? Как тебя зовут? Тише, тише. Сейчас еще раз. Джавдатбек. Джавдат? Джавдат. Джавдатбек. Вот спасибо за вопрос. Откроем планы из Уфара, Самаркан, Ташкент. А потом будем развиваться. Ты входишь в эти регионы? Нет, к сожалению. Мама говорит, да? Ты говоришь, нет. Ты где живешь? Да, в Ташкенте. Вот. Ташкент же назвал. Так что придешь. Ну, сам, честно, я родился в Намангане. Ты кричай до Намангана доедешь. А самого маленького? Торт и часовой. Можно? Можно? Я так и парню. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даурон. Я приехал из Средневенского области. Мой вопрос такой. Какие вопросы задавали себе, когда вам было трудно? И вот, какие вопросы задавали себе, которые меняли вашу жизнь? Я по сей день задаю. Каждый день стою и задаю сам себе вопрос. Еще раз повторяю. Ты сам этот путь выбрал. Ты сам. Вот начал это дело, закончил. С каждым днем. Просто я знаю, чего я хочу. Я люблю свое дело. Я люблю всех вас, кто пришел, кто пишет. Каждому. Я стараюсь каждому отвечать. Тяжело это. Но вопрос сам себе задаю. Где конец? Я даже сам не знаю, где конец. Спасибо. Конец там. С 11, говорит, парень поднимает руку. С 11 часов, говорит парень. Спасибо, спасибо за вопрос. Вы не сказали, что конец? Да, да. Меня просто перебили. Да, перебили. Конец? Мы сами не знаем. Вот я вам, когда будет конец, я там отвечу. Хотел так ответить, но просто перебили. Но обязательно будем стараться, чтобы привести бой в Узбекистан. Спасибо. Спасибо. Если хотят успеть, давайте я все-таки ему дам микрофон. Здравствуйте. 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 Спасибо. 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 Говорите. Можете задать один вопрос? Можете сказать лучший режим для бойцов и спортсменов? Уже отвечали. Режим. Это главное слушать своих тренеров. И я думаю, вот тренер сам ответил. Тренер сам ответил. Пожалуйста, мужчина. Уже отвечал, Сергей Александрович, campeонавирус иőи. Уже ответил город. Уже. Ура! Один человек. Уже. он не беспокоится. Тренер. Он не беспокоится. Тренер. Он не беспокоится. Уже. Уже. Каждый человек плачет. Внутри самое главное. Конечно, были такие времена. Посетить эти места обязательно. Всему свое время, иншалла, посетим. Я думаю, что я вопросов ответил. Сейчас, пожалуйста, здесь еще задержитесь. Хотел бы... Руки уже спустите. Мы же договаривались. Давайте, как бы, следует правилам. Мы думали, вообще час проведем. Мы провели встречу. Это не последняя встреча. После победы, после боя приедем еще, пообщаемся. Пожалуйста, можно я скажу? Вы когда говорили, я же молчал. Пожалуйста, я извиняюсь. Хотел бы поблагодарить всех вас, кто пришел, во-первых. Во-вторых, всех, кто работает здесь. А главное, хотел бы поблагодарить нашего уважаемого президента за развитие в нашей стране спорта. За то, что у нас есть ассоциация. И, по-моему, это очень большой вклад в развитие спорта в нашей стране. Потому что мы игрались в соседних странах. Мы ездили сами там. Сейчас у нас есть ассоциация, которая нас поддерживает, которая стоит за нами. И будет стоять, я думаю. Надеюсь. И мы будем радовать вас. Радовать нашу ассоциацию. Потому что для нас это ответственность еще больше. И поднимать флаг на первых аренах. И догонять наших ближайших соседей. И обязательно мы их опередим. Потому что мы уже их опередили. Потому что в Казахстане, в Туркменистане, в Татистане нет UFC бойца. У нас есть. У нас есть хорошие тренера. У нас есть хорошие команды. Мы будем развиваться. И еще раз большое спасибо всем, кто пришел. И извиняюсь, кому не успел ответить. Спасибо огромное. И давайте теперь получим призы за лучшие вопросы. Итак. Джафар. Джафар. Маленький парень. Я запомнила вас в кепке. Парень в кепке. Идемте. Давайте поаплодируем. Самая юная участие нашего сегодняшнего мероприятия. Перчатках своих. И, конечно же, автограф на память. Итак, следующий. Барно Абдурахманова. За лучший вопрос на сегодняшнем мероприятии. Барно Абдурахманова. Благодарим за участие. И поздравляем. Мару. Был парень такой, который задал вопрос. Все-таки вышел. Эргяшин Озолбек. Озолбек подошел, да? Уже получил свой приз. Барно Абдурахманова. Все-таки, все-таки. Яхана. Немножко подвиньтесь назад. Немножко подвиньтесь назад. Абжджан. Если я неправильно выговорила ваше имя. Была девушка такая. Красивая. Благодарим. И следующий обладатель лучшего вопроса. Кудрат. И просим, пожалуйста, откройте, чтобы наши СМИ смогли работать, смогли фиксировать это все. Просим всех сесть на свои места, пожалуйста. Кудрат, вы получили свой приз? Отлично. И Джавдат Бек. Последний наш участник, который сегодня получит приз, Джавдат Бек. Еще один парень, которого сегодня отметили. Махмуд, можете сказать свое любимое слово в вашей жизни? Мама. Любите своих мам. Радуйте своих мам. И, конечно же, я думаю, что сейчас попросим всех уважать друг друга. По очереди фотографируемся. Не все сразу. Ребята, пожалуйста, давайте себя вести нормально. Все. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok